Сахалин в восьмой раз принял участников триатлона Айронсах. На этот раз на острове гостили представители 17 регионов страны. Само же соревнование претерпело ряд изменений. Впервые его провели в два дня. Обновили и список дистанций. Обо все по порядку в сюжете Влада Французова. Триатлон Айронсах – соревнование статусное. Квалификации на него нет, но случайному человеку здесь оказаться вряд ли получится. Нужны как минимум гидрокостюм и велосипед. Для большинства участников Сахалинский старт не единственный в году, но местные его стараются не пропускать. Домашний старт, это все-таки дома, это как будто бы в халате и в тапочках, да, в удовольствие, это безусловно. Ну и конечно же это праздник физкультуры и спорта. Все друзья, все единомышленники по триатлону, по каким-то другим видам. Первый день спортсмены соревновались на четырех дистанциях. Это спринт, олимпийская, халф и в новинке программа олимпийской смешанной эстафете. Для местных атлетов она оказалась удачной. Именно команда из Южно-Сахалинска стала победителем. А вот в традиционном спринте и среди мужчин, и среди девушек первыми прибежали гости из Приморья. Поддержала победный настрой земляка и Кристина Зиганшина из приморской столицы. Девушка захватила лидерство еще в воде и смогла удержать его до самого финиша. Отличием второго дня стало участие самых маленьких спортсменов. Дети от 7 до 15 лет соревновались в дуатлоне. В зависимости от возраста они пробежали от 400 до 1500 метров и проехали на велосипеде от двух до шести километров. Первый шаг в этом направлении сделали в прошлом году. Тогда Айрон Сах интегрировали в азиатско-тихоокеанский суперкубок по триатлону. Предыдущие его этапы прошли в мае и в июле во Владивостоке. Влад Французов, Алексей Нестеров, Владимир Скрипкин, Солнце ТВ.